Девушки отдыхают Переводили по нарядам Всю последнюю пятнашку Копил на старость Перековали значит на тебя? Перековали Из Фомы в Ерему Из Ерема в Тему Вот только из Темы в Петра не вышло Ничего Веселый ты человек балуев Какой есть А сколько ходов тут у тебя, Иван Егорыч? Сам ты помнишь? Последний А все-таки сколько? С молодец походим Товарищ майор Товарищ майор Вот двоих тут поймал с поличными Чистили наш продовольственный склад Стоять! Понятно Что это у тебя? Где родители? Убили А ты мне что, типа, взяться будешь? Может и буду Текай! Ай! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, спасибо! Давай, перебирайся ко мне в кабину, там доешь. Стой! Стой, пацан! Куда? Да стой же ты! Чертенок, а! Чертенок, ты спасла меня. Пошли за лесом. Что с тобой? Летенок, ты спасла меня. Пошли за лесом. Ну что, просто раненая? Ты кто такой? Своей, раненая. Да вроде пронесло. Там санитарку убери, а лейтенант дышит еще. Пошли, вытащим его и к нашим через лес. Где там твой лейтенант? Да вон он там. Пойдем. Пошли, я быстрее. Стоять! Оружие на землю! Руки за голову, быстро на колени, быстро! Так. Ну что, похоже дезертиры? Что нет? Сейчас разберемся. Кто это? Лейтенант. Василенок, проверь. Готов, товарищ капитан. Значит, вы подобрали труп и рванули в тыл? Так? На вас-то не царапины? Это вы хорошо придумали. Отсиделись, значит, в окопчике? Или с очком домой? Как врать? Вас Родина воевать послала, а вы трупы подбираете домой? Пацана этого давно знаете? Это он вас надоумил труп тащить? Вы что делаете, пацаны? Что делаете? Ну что, гаденыш, раскусил я тебя? Твои штучки шпионские. В штаб пробирался. Василенок, к нам его. Приеду лично. Допрошу. Товарищ капитан, а с этими что делать? А с этими? Как предатели Родины. В расход. Немедля. Встал, пошел. Пошел. Товарищ капитан, а с этими что лицами? 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 Тебя как звать-то? А тебе? Ну, меня Нестор. Это вот Керимыч. Да. Слушай, нам, походу, всем тут шаг светит. Жить хочешь? Рвать отсюда надо. Сейчас самый фарт. Наступление в гору пошло. Штабные засуетились. Переносит штаб ближе к передовой. А мы для них лишний груз. Они нас прям здесь кончать будут. Понимаешь? А на нас им плевать, а на тебя глянуть могут. Ты отвлекаешь внимание? Я волью в рту хай. И рвем. Есть когда бежать? Ладно. С нами пойдешь. Керимыч Хворотов авторитетный. Будешь жить с ним, как у Христа за пазухой. Ну что, братишка, согласен? Алло, друг. Все, бабаш, приехали, вот твой вокзал. Подожди. Коля тебе должен. Оставь себя, бабаш, набереть не хватит. Спасибо. Слышь, солдат, тут пацану плохо загибается. Подохнет ведь, а ты отвлекать будешь. Кто с ним? Да что ты колотится весь, спина изо рта. Отойди от двери. Пошли, пошли, пошли. Пожли, пошли. Третьего пути, через пять минут, пассажирам просим стоять в свои места. Провожающих только из вагона. Провожающие проверки, не оставить ли у вас ответы обрешающих? Куда едем? Да никуда, вроде приехали. Дома. Алло, друг! Слушай, где вот этот вот телефон починить, а? Этот телефон? Ну батарейка сдохла. Старик, твоя батарейка лет 10 назад сдохла. Починить то можно где, нет? Дед, ты совсем с ума спрыгнул? Тебе с этим телефоном психушку сдадут. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ваш сосед. Какой сосед? Из второй комнаты. Угоди. Ма! Мама, мы телеграмму не получали? Нет, не получали. А что, собственно, случилось? Случилось. Приехал ваш сосед. Вот ключи от комнаты. Да что ж вы меня не пускаете-то? Дверь закрылась. Молодец. Мама моя. Красота-то какая. О-о-о. А вот это уже интересно. Ух ты. Ха-ха. Это чье же это все, а? Это? Как чье? Наши. А мое-то где же? Понимаете, дело в том, что прежние хозяева, они сказали, что вас вообще нет, что вы без вести пропали. Я работал на севере геологом. А теперь вернулся. И буду жить здесь. Что делать-то будем? Нет, ну, пожалуйста, мы какие-то вещи заберем. А мебелью можете пользоваться. Потом со временем рассчитаете за нее. Рассчитаемся? Я еще и должен уже. А как же Конституция-то наша, граждане? В каком смысле? Статья 25-я. Жилище граждан неприкосновенно. А вы ее нарушаете. А статья 139-я Уголовного кодекса о незаконном проникновении в жилище. Наказание до трех лет лишения свободы. Так, подождите. Ну, что вы так? Ну, ей-богу, сразу. Мы, между прочим, в комнате дорогой ремонт сделали. Это то. Вот. А мебель, пожалуйста, пользуйтесь, пока мы ее не увезем. Телевизор, вот, правда, сразу заберем. Что тут? И беговую дорожку еще тут. Да. Чувствительно вам благодарен. Это другой разговор. А теперь, граждане, я устал и хотел бы отдохнуть. Пожалуйста. Ну, вот. Осталось совсем чуть-чуть. Но пока наша мама оденется, мы с тобой сумеем целый зоопарк сделать. И даже бегемота. И даже бегемота. Ну, вот. Я почти готова. Люд, какая же ты у меня красивая, а? А я? А ты вообще принцесса. И лучше тебя нет никого на свете. И сегодня мы будем гулять весь день, есть мороженое, смотреть в киномультики, а потом все вместе пойдем в зоопарк. Ура! Ну, что, одевайтесь. Пойду дверь открою. Держи. Давай. Я тебе говорил, да вон ты мне не приходить. Ну, извините, ждать, пока та семья торгашься, времени нет. Давай говори, но быстро. Косы есть. Надо брать. Я все узнал, там денег накопилось за месяц. Такое нечасто бывает. Поехали. А что к тем лохе не пошел? Сейф там уж больно за бубеной. Только ты можешь вскрыть. Что, прямо сейчас? До трех надо успеть. Кровь из носу. Может, завтра? Завтра этих денег уже не будет. Это фарт. Поехали. Кто в деле? Только мы. Берем кассу, гели пополам и все. Поехали, поехали. Ну. Нет, сегодня не могу. Балу, а ведь ты мне должен. Когда тебе деньги были нужны для семьи, я не строил из себя тупого ежика. Дал тебе сколько нужно было. Поехали. Черт бы тебя подрал, Кондрат. Ладно. Жди на улице. Ну, смотри, сюда больше не ногой, понял? Быстрее давай. Вань, помоги мне. Коль, поход сегодня отменяется. А что случилось? На работу срочно вызвали. У тебя же отгулы. Ну, там на севере нашли породу ценную. Срочно собирают экспедицию. Ты что, едешь в экспедицию вот прямо сейчас? Да нет. Понимаешь, в чем все дело? Там не могут разобраться с картами местности, которые я составлял. В общем, я ненадолго. Сейчас объясню, что да как, и вернусь. А завтра весь день гуляем. А, девчонки? Ну, Вань, знаешь. Дочь. Извини. Что, дождались? Раньше надо было продавать. Ой, господи, боже. Что же делать-то? Да ладно. Посмотрим еще что. Что посмотрим? Куда посмотрим? Господи, ведь чувствовала, чувствовала, что надо быстрее продавать. Съездили теперь бабушки в Саратов. Что, не поедем теперь? Куда поедем? Чего поедем, сыночка? Так съездим, что без квартиры останемся. Ой, господи. Извиняюсь еще раз. Меня зовут Иван Егорыч. А вас? Зинаида, это мой сын, Семен. Очень приятно. Мне тут надо будет где-то свой стол поставить. Надо же будет им питаться как-то. Да куда же тут ставить-то? Места совсем нет. Понятно. Значит, будем есть за этим столом, как у нас, в экспедиции. Ну, началось. Это мой сын. Здравствуй, 여GG! Нет. ГОВОРИТ ПО- Shirda, ГОВОРИТ ПО-�ДРА Предлость rekordение от offering некоторое существует. Господи. Его сын reiterэн, СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Опа! КОНЕЦ Твой пацан! Чего, хавку, столь украл? Твой пацан! Не твой, сейчас в тюрьму у меня поедешь! Обойдемся без ментов! Сколько он тебе должен? Он меня не первый раз закраден! Сколько? Много! Держи! Этот воробей наполовину этого не съест! Давай, пацан! Иди давай! Еще раз увижу, голову оторву! Ничего, братецка Не бойся Пошли, больше он тебя не тронет Вот мы с тобой две блондинки В магазин пошли, денег не взяли Вышли из дома, дверь не закрыли Беги в туалет, я сейчас деньги возьму и вернусь Алло, Сань, ты только что дома был? Нет? А? А к нам кажется кто-то дома влез Катя! Катенька! Катя! Да ты не торопись, никто не отымет Звать тебя как? Миша У меня Иван Игорыч Можно Балу Балу? Как медведя? Какого медведя? Не медведь Искать-то про Маули Маули человеческий девчоныш Ну так, да-да, почти Вот ты и есть человеческий детеныш, Маугли Такой же, чумазый Я и тоже беспризорничал Когда, правда, война была Все голодали А ты-то что воруешь? Родители-то есть, нет? Нет, нет Они того Куда подевались? Авария Ну и с кем же ты живешь? Ни с кем А ночевать-то есть где? Нет Ну что ж ты делаешь, поросенок? О! На-ка вот Вытирайся как человек Во Ну вот На человек похож будет Ну что ж Сегодня у меня переночуешь? А там посмотрим Может, кого из родственников твоих сыщем Пошли Давай Давай Опа Следов взлома Не обнаружено Или его открыли ключом Или работал профессионал А замок-то не простой На экспертизу бы его Здрасте, я Хозяин квартиры Здравствуйте Лапин Александр Васильевич? Да-да, я-я Пройдите квартиру Светлана Ивановна И отсутствовали вы в квартире минут 10-15 Света Света, господи Светочка, ну как ты? Да, а Катя где? Катя у соседей С нами все в порядке Ох, господи Как же я испугался Ну Так, вы все хорошо посмотрели? Больше ничего не пропало? Нет, только фотографии Александр Васильевич, честно не ошибаюсь Да-да-да Вы не посмотрите Может быть ваши личные вещи пропали? Мало ли, Светлана Ивановна что-то не заметила Или пропустила? Да-да, конечно Конечно Посмотрю, да Хорошо А Скажите, пожалуйста Светлана Ивановна Ваша домработница Работает по какому графику? Она уехала в отпуск Я два дня назад Забрала у нее ключи И она уехала Скажите, вы не передавали Никому ключи Ну там Парикмахеру, стилисту? Да нет Ну что вы У меня свой салон на Тверской У меня там одни парикмахеры и стилисты Мне еще их дома не хватало Александр Васильевич, вы посмотрели Ничего не пропало? Пропало Что именно? Деньги Двенадцать тысяч долларов Заходи, заходи О! Знакомьтесь Маугли Кто? Ну Миша его зовут А это Дядя Семен и тетя Зина Ну проходи, не стесняйся Так Сам не знал, откуда явился Теперь еще, пожалуйста, пацана с помойки приволока Они еще на весну Думаю, что он родственник его В гробу я видала таких родственников Сыночка, ты я не пойму Ты что, не соображаешь, что ли? Ты посмотри, дом в проходной двор превращается Господи, помилуй, а Боже мой Я не знаю Я для кого такой ремонт делала? Я для кого? Чтобы эти бродяги проклятые здесь жили? Господи, боже А ты объявление дал О продаже мебели? Мама, ты мне ничего не говорила Ну ты на него посмотри Да что ж тебе говорить-то все надо Я не знаю Тридцать пять лет, а ты еще Повзрослеешь-то когда, я не знаю Да что ж делать-то, Господи, Боже мой Так Дом надо в Саратове продавать Как это? Ну так это, чтобы этого полоумного комнату выкупить А что, другого выхода нет А бабушку куда? Куда-куда? Сюда Так еще неизвестно, за сколько он продаст нам свою комнату Так вот и поговори Поговори по-мужски Сень А? Ты мне извини, конечно Нельзя вашей машиной стиральной воспользоваться Вот, одежку пацану постирать Да ты что, Иван Егорыч После такой одежки Машинка работать не будет Выкини это барахло на помойку Купи что-нибудь нормальное Ну, может, ты и прав А, Иван Егорыч Слушай, мы с мамой хотим спросить у тебя Ты за сколько нам продашь свою комнату, а? Сень, для тебя Не за сколько Я сам хочу в ней пожить Понимаешь? Ага А, Иван Егорыч, это я понимаю Слушай, а что за пацан-то это? Пацан как пацан Поживет у меня пока Угу 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 Поживет Ладно Нормально? Сколько? Двести Пойдет Спасибо 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 До свидания До свидания СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, это я. О, Мишаня, проснулся! О-о-о! Мишенька, доброе утро! Здравствуйте. Э-э, Иван Егорыч ушел в магазин. Просил за тобой присмотреть. Давай, садись. Садись, садись, садись. Завтракать будешь? Давай. Вот, давай, бутерброды. Вот, кружечку сейчас поставлю. Давай, подкрепляйся. Давай, бери. Вот. Вот. Так. А что Иван Егорыч тебе говорит? Теперь с нами будешь жить, да? С ним. С ним, да? Понятно. Ну что ж, Миша, раз мы будем вместе жить, дай-ка, Михаилович, то ты нам должен что-то про себя рассказать, правильно? Угу. Вот, например, ты же в школу ходишь, да? Ходишь. А в какой класс? Четвертый. Четвертый. Ну, школа твоя далеко отсюда, да? Угу. Так, давай-ка вот сейчас бутербродик с рыбкой. Ай, ладно, давай с колбаской, она повкуснее будет. Ну вот. Ну, а теперь ты в нашу школу будешь ходить. Вон у нас здесь, рядышком. Держи бутербродик. Вот так. Вот. А теперь ты будешь в нашу школу ходить. Наша школа рядышком, но надо вначале документы оформить. А чтобы оформить документы, записную книжку дай быстренько. Так, давай-ка мы запишем. Значит, Миша, а фамилия твоя как? Краснов. Краснов. Лет тебе десять, да? А родился ты когда, зимой, летом? Летом двадцатого августа. Двадцатого августа двухтысячного года. Ммм, так это же уже скоро, будем отмечать. Да? Скажи, пожалуйста, Мишенька, а папу твоего как зовут? Ну, родители же у детей у тебя, как папу, маму зовут. Ты, может, адрес свой помнишь домашний? А может, телефон помнишь? Ммм? Ну, телефон-то свой знаешь домашний? Спасибо. Мишань, Мишань, подожди, ты что, наелся, что ли? Слушай, что-то тут не то. Он, по-моему, точно от родителей сбежал. Ну, ничего, это мы, это мы выясним. Сволочь, сожрал-то сколько, а? Жрет прям... Ты тоже хорош, сынок. А че я-то? Давай, давай, наяри, вы подкрепляйте. А че я-то все время? Маугли, открывает я. Че забарикадировался-то? Ну, че случилось? А? Я проснулся, тебя нет. И ты ищешь, что я тебя бросил? Одного? Да я вот шмотки тебе новые покупал. Давай одевайся, нас ждут великие дела. А ты меня не сдашь? Кому? В милицию. Нам только ментов для полного счастья не хватало. А они? Кто? Соседи. Да плюнь ты на них. Останешься здесь сколько хочешь, пока кого-нибудь из твоих родственников не найдем. Не выгонишь? Нет. Честно? Честно. Клянись. Клянусь. Век свободы не видать. Иголка есть? А зачем тебе? Ну вот, достань мой кейс. Сейчас увидишь. О, как раз. На. Смотри. Ишь ты. Теперь ты проколи себе мизинец. Ну вот. Давай сюда палец. На. Клянусь кровью. Теперь ты. Клянусь кровью. Ну вот. Теперь мы с тобой кровные братья. Ну, кровные братья. Ну ладно. А теперь будем мерить смотки, так? Подожди. Тот, кто нарушит клятву, тот умрет. Повтори. Тот, кто нарушит клятву, тот умрет. На-ка вот. Когда-то очень давно эта вещь принадлежала очень близкому и дорогому мне человеку. А теперь я хочу, чтобы она была твоя. Спасибо. Света! О! У нас гости. Проходите. Здравствуйте. Доброе утро. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Светлана Ивановна. Да. Нам удалось опознать отпечатки пальцев преступника. Но дело получается несколько деликатное, поэтому решил сам заехать. А в каком смысле деликатно? Деликатность в том, что отпечатки принадлежат некому Балуеву Ивану Егоровичу по кличке Балу. 1933 года рождения. Неоднократно судимому и так далее. Светлана Ивановна, ваша девичья фамилия Балуева? Да. Это ваш отец? Да нет, ну что вы, мой отец давно умер. Ваш отец жив и здоров, недавно освободился из мест лишения свободы. И поскольку дело получается семейное, вот это копия личного дела гражданина Балуева, вы почитайте, подумайте, будете вы забирать свое заявление или нет. Советую вам все хорошенько обдумать, завтра мне сообщить. Вот мои координаты. До свидания. Завтра жду вашего звонка. До свидания. Прошу. Ну, что там? Так. Идем. Все, и можно сфотографировать? Да, конечно. Давайте, давайте, вставайте. Ну, давай. Так. Ну, так. Отсели, да. Ну, давай сядем. Ну? Значит, Миша Краснов. Да. А отчество вы не знаете? Ай, к сожалению. Ну, ничего страшного. Вы знаете, вы поймите нас правильно. Ведь, что происходит? Знаете, старый человек приводит с улицы десятилетнего мальчика и оставляет у себя жить. Знаете? А кто он, этот мальчик? Чей он? Откуда? Причем, понимаете, по мальчишке видно, что он бродяжничал. Может, он болен вообще чем-то. Может, ему помощь нужна. Понимаете? Может, он потерялся, его ищут. Знаете, просто необходимо все это выяснить. А скажите, у вас квартира коммунальная? Да, с подселением. Хорошо, давайте я вам сейчас дам помощь. Вы напишите, пожалуйста, свой адрес. А, да, конечно. И я к вам сегодня обязательно зайду. Конечно, конечно, конечно. Ага. Да. А вот есть информация. Хорошо. Так, Михаилов Красновых проживает в Москве пять, но 2000 года 20 августа рождение проживает один. Так, родители живы. Боже мой. проживают в Москве. Господи, что, и адрес есть? Да. Господи, вот что значит компьютер, что значит техника? Вы знаете, у вас водички не найдется, извините, я же рада, конечно, секундочку. Просто ужас. Пожалуйста. Ой, спасибо. Спасибо. Ой, я вам сейчас дам свою визиточку. Вот тут мой номер, так что в случае чего звоните, я к вам зайду обязательно. Вы знаете, я сразу вобью в телефон, потому что я эти визитки теряю. Конечно, как вам удобно. Да, 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 я так и запишу. Марина, опека. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ты че? Ты че? Че ты? Че ты? Да я тебя... Че там? Че там? Щенок. Ишь ты. Хорошенький. Вот он. Здравия желаю. Ну как? Нравится? Есть ты. Ой, мама. Роман Николаевич, мы к тебе пришли. Кто? Да, вроде как, насчет пацана. Ну, пошли. Вильчики, помидорчики со своего огорода сама залила. Жаль, жаль. Так. О, Вилька! Как же вы, кто это? Родители. Миша, иди сюда. Спокойно. Ваша работа. Иван Егорыч, между прочим, у каждого ребенка родители есть. Вы что, не знали этого? Да они ж сидят еле-еле, родители. А ты кто, прокурор? Я тебе не прокурор, ты мне не судья. Мишка, ну че ты там стоишь? Иди сюда. Тихо. Миш, ты хочешь к ним? Ну и все, останешься здесь. То есть, как это останешься здесь? Тихо. Что значит останется? Это больше родителей, между прочим. Останется. Ты иди в комнату, запрись, никого не пускай, понял? Я скоро приду. Давай. Значит так, пока парень останется здесь. А ты кто такой, а? Я б тебе сказал, кто я такой. Штаны не отстираешь, боюсь. Иван Ольгород, ты не хамил, но... Твое дело сторона. Уйди, не порти атмосферу. Значит так, граждане Мазорики, ваша маза здесь не пляшет. Протрезвейте, приходите, будем разговаривать, дорогу знаете. А пока без пыли, тихо, встали и скачками до дому. Неясно? А я не понял, ладно. Давай, давай. Маули, это я. Да, братишка, не повезло тебе с родителями, но ты не тушуйся. Что-нибудь придумаем, я тебе в обиду не дам. Ой, мама. У меня ж отец тоже ведь пил, выгонял нас с мамкой на улицу, ох, и ненавидел я его. А потом он на фронт ушел. Мы с матерью ждать его стали. Потом в наш дом бомба попала, мать убила. Я ведь даже на фронт ездил отца искать, но так никогда его и не нашел. Как собаку позовем? Не знаю, шариком. Ну какой же он шарик, он точно как бродяга. Бродяга, 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 бродяга. Бродяга. Точно. Не заперто. Добрый день, можно? Здрасте. Я инспектор по делам несовершеннолетних. Ну вот и представители власти. Здрасте. К нам поступила информация, что... Да не трудитесь, мы в курсе, идите. Иван Егорыч, мы можем с вами поговорить? Только здесь лишних нет, говорить, проходите, садитесь. Дело в том, что родители Миши... Да выгнал я их. Они лишены родительских прав. Миша последние три года проживал с бабушкой, на нее было оформлено опекунство. Но две недели назад бабушка умерла. Мишу должны были отправить в интернат, но он сбежал. Блин, собаку притащили. Меня это уже не удивляет. Марина. А, по отчеству. Можно без отчества. Марина, ведь в детских этих интернатах, ну, ничего хорошего, поверьте на слово. Я же во время войны хлебнул этого счастья, вот так, по горло. Иван Егорыч, я не собираюсь с вами спорить. Более того, я очень рада, что вы неравнодушны к судьбе Миши и что вы заботитесь о нем. Но вы же взрослый человек и должны понимать, что если вы хотите Мишу усыновить или оформить опекунство, вы должны это делать законным путем, через суд. Да я не против законного пути. Просто я в этих бумажках, ну, ничего не понимаю. Да я вам с удовольствием помогу. Жду вас в отделе усыновления опеки. Сейчас. Да ты уж зараза какая. Вот моя визитка, тут адрес. Спасибо. Только вы, пожалуйста, если решитесь, то не затягивайте. Дело это хлопотное, небыстрое. Ага. Ну, всего доброго. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. До свидания, Боже. Ну, видишь, мир-то не без добрых людей. Вот так, брат Маури, все будет нормально. Иван Егорыч, извините, к вам пришли. У нас предстоит день свиданий. Держи собаку. Кто еще тут? О-о-о-о. О-о-о. Какие люди. Ну, здорово, Валу. Это мои друзья-геологи. Выйдем на площадку, покурим. Пойдем покурим. Пойдем. Закрыл. Закрыл. Задонью. Ну, что, откинулся Балу? Зачем пришел, Кондрат? Ну, не булюдский вообще встречаешь? На воле каждой минуты, дорогая. Ну, хорошо. Сейфу одной богатой донкой. Надо взять. Деньги пилим пополам. Не продолжай, я пас. Ну, ну, что, это правду говорят, что Балу скурил. Завязал. Оставь меня в покое, Кондрат. С меня хватит, все. Я не понял, Кондрат. Ты же за него вручался. Тебя уже вучат. Дядя, ты свой авторитет. На зоне будешь пока. У тебя мальчик тарелка с дырочкой плачет. Что ты гонишь? Конь, старый. Я сейчас в твоей тарелочке дыру проковыряю. Проковырялка еще не выросла. Смотри, Балу, как бы в этом пожалеть не пришлось. Поем, сынок. Вот. Он же не геолог, он же уголовник. Он же в тюрьме все это время сидел. Да поняла я. Ну, теперь начнется. Ничего-ничего. Да нам даже на руку. Это как это? Так. Марина, 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 вот, опека. Так. Алло? Мариночка? Это Зинаида Игнатьевна. Да. Да. Молодец, у тебя папаша. Ничего не скажешь. Саша, ну, он все-таки мой отец. Господи. Господи, мама про него только хорошее рассказывала. А он на свободе-то прожил всего-ничего. Все остальное лагеря, тюрьмы, зоны. Крабежи, кражи. Смотри, на любой вкус. Угу. Ну? А что ты решила? Ну, не знаю. Это же все-таки отец. Извини, конечно, но, по-моему, он только на это рассчитывал. Что родная дочь не заявит на него в милицию. Сколько бы он здесь не украл, что бы не натворил. Родственник все-таки. Да главное, не в деньгах дело. Если бы он пришел, попросил бы, неужели бы я не дала? Тогда бы он был совсем другой человек. Понимаешь? А он вор и бандит. Саша. Свет. А вот ты уверена, что он не заявится сюда снова? Он только уже с дружками. Ладно. Пусть милиция решит. Вот. Конечно. Конечно. Давай чайку попьем. Налить? Вот так. Сейчас. Сейчас. Позабыт, позаброшен с молодых юных лет. Я стал сиротою, счастья доли мне нет. Вот умру я, умру я. Похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. И никто не узнает, где могилка моя. Ты так в шкору-то не всю снимай, то картошки не останется. Стараюсь. Старайся, правильно. Да. Добрый день. Ну вот и гости к нам, к ужину. Иван Егорыч, у меня для вас плохие новости. Хорош, к ты не ждем. Вы скрыли от меня свое уголовное прошлое. По закону, я обязана забрать Мишу в интернат до решения вопроса об усыновлении. Давайте без глупости. Да все глупости уже совершили. Ладно, держись, парень. Держись. А, навещать-то его можно будет там? Конечно, можно. Позвоните мне, я продиктую вам адрес интерната. спасибо. Вот что. Ты не бойся. Ну вот. Так. Вот. Это наш домашний телефон. Будем созваниваться. Это-то можно? Можно, конечно. Держи. Ты не волнуйся, понял? Все. Давай. я тебя не брошу. Слышишь? Вот и все. И не думай даже. Ладно, иди. 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 Надо ехать, Миша. Надо ехать, Миша. Надо ехать, Миша. Иди. 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 Водка есть у вас? Водка? Ну давай. Есть. Завтра куплю оттем. Оставь его в покое. Детали не потеряйте и потом все убрать. Не отставай. Иди вперед. Так, проходи. Вот твоя кровать. Здесь ты будешь спать. Вот твоя тумбочка. Ну, на ужин ты уже опоздал, так что придется потерпеть. Располагайся. Тогда отбой на кроватях. Не сидят и не лежат. Ну, будут вопросы, обращайся. Ух, у нас здесь новенький. Кликуха есть? Да. Какая? Маугли. 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 Прикольно. Я гвоздь. У тебя мобила есть? Есть. Ну, покажи. Ух ты, смайль. Ой, классно. Трю. Если так, Маугли, мобила будет у меня. Заходишь позвонить, спросишь. Порядки у нас здесь строгие. Будешь работать со всеми рабами. Если будешь отлынивать, останешься без еды. Это понятно? Слышь, гвоздь. Чего? Классная майка у нее. Мне нравится. Нравится? Вели. У нас демократия. Пошли. Отдыхай. Классная майка у нее. Ну, че ты орешь, господи. Что? Что? Классная майка у нее. 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 Алло, алло, Миша, Миша! Какой тебе нафиг Миша? Мужик, набирай внимательный номер, а? Давай скорее. Ты что принес, а? Давай. В настоящее время вызываемый абонент недоступен. Вы можете оставить сообщение после сигнала. Ай! Бери, дядьки, быстрей! Быстрей, балу! Пошли! Папа, а спой мне песенку по мальчикам. Мама заругается. А ты тихо. Позабыт, позаброшен С молодых юных лет Я остался сиротою Счастья доли мне нет Опять ты поешь я эту песню? Начальник, еще раз, что ты от меня хочешь? Ты знаешь, Кондрат на мокруху никогда не подписывается. Понимаешь ты? Ни-когда! Нож найдешь, тогда приходи ко мне с предъявой. Понял? Вот и нож Проверь балу Пошерсти у него в хате Ты найдешь у него бабки Что происходит? Вы гражданка балуев? Да Ваня, что происходит? Товарищ капитан, вот был найден под диваном Высыпай Это ваше? Это не наше Ваня, это не наше Это какое-то недоразумение Мы разводимся Я разменяю квартиру У тебя останется комната Нас, пожалуйста, больше не ищи Жить с человеком, который не сказал о себе ни слова правды Я не могу А что бы ты хотела услышать? Что я вор? Что я ворую с детства? Единственные люди, которые меня пригрели, тоже были ворами Ты это хотела услышать, да? Ваня, ты убил человека Да никого я не убивал, нож мне подкинули А деньги тебе тоже подкинули? Я больше не верю тебе Я прошу тебя Я умоляю тебя, пожалуйста Оставь меня за покой Ладно Прощай, Вань Субтитры сделал DimaTorzok Ну чего ты, ну да? Ой, стой, 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 стой Ой, ой, ой Ну, правильно Пойдем сюда Отдай сюда Вот, иди сюда. Мама хорошая, идите, идите. О, да вон, дурак. Ой, мамочки мои. Иван Егорыч, ты что делаешь? Это же наша водка. Я себе вчера целую бутылку дал. Да заткнись ты, Адам, сказал. Что тут происходит? Да что, он водку нашу пьет? Еще хамит мне тут. Ух ты, урка ты поганая. Ворюга ты проклятый. Что, ручонки так и чешутся на чужое, да? Тебе мебели нашей мало, а? Ты что тут скотный двор устроил? Ну-ка, убери эту гадость со стола немедленно. Высохни, шмар. Шмара? Ах, ты сморчок недоделанный, а? Мы еще с твоему пацану медобследование устроим, а? Гад ты такой, а? Извращенец, погадый. Ах ты падла! Что ж ты несешь? А ну не подходи, а? Не подходи, я тебе сказал, не подходи! Как схватила ручонки, трясутся. Ах, вы паскуды. Ну бей! Бей! Не подходи! Че ты обделался? Это тебе не манки нащи хлебать. Дай сюда! Да ищу! Че? Получил? Получил, Арт, и получил! Труй! Иди. Пойдем. Убиваю! Помогите! Помогите! Давай. Крыса, а ты долг принес Курева? Гвоздь когда? Я что ли тебе очки драю? А мне что до этого? Карточный долг – святое дело. Теперь сегодня будешь всем стирать носки. Ну, гвоздь. Начинай. Ну, гвоздь. Бери носки! Быстро! Держи. Тяпа, давай. Маугли, носки есть? Нет. Жалко. Бегом! И чтоб к вечеру высохло. А если не высохнет? Высохнет. Маугли, третьим будешь? Нет, в карты не играю. Ну и дурак. Лицом к стене. Вперед. Прости. Наручники снимите. Нет, он тут такие коленцы выделывал. Да уж, нашла коса на камень. Ну, хорошо, оставьте нас. Иван Егорыч, присаживайтесь. Давай. От ваших соседей Прониных поступило заявление о ваших насильственных действиях, хулиганском поведении. Они готовы забрать заявление, если вы согласитесь продать им свою комнату. Ишь ты. Ну, когда они за комнаты весят, церборты устроили. Так вы согласны? Пусть-ка меня переведут из обезьянника в общее. Я вот там посижу, подумаю. Хорошо. Подумайте. Охрана. Мы закончили. До свидания, Иван Егорыч. Всего доброго. На выход. Сам к стене. Вперед. Мужчина на рынке покупает помидоры и садится на автобус. А там кондуктор ему кричит. Мужчина с помидорами. Передайте. Так, боже мой. Ты даже кого к нам прислать? Алло, Егорыч. Собственной персоной. Возьми у него вещи, положи на эту шкульну, там мой друг будет отдыхать. Что, Сухарь, опять в родной хате? Да какая хата? Дыра, дурнявая. Сижу с лохами, зубы сводят. И на долгах нам. Да не думаю. А че так? Да не сдержался. Начистил чайник одному уроду. В нашем возрасте надо уже иметь нервы. Надо бы. Хотя, чтоб я им комнату продал. А. Как думаешь? Продавать? Ты Прохора помнишь? Ну. А он сейчас хорошо в области устроился. Своя мастерская. Общага. Менты его не трогают. Ну, прям пансионат. Он там наших старичков греет. Меня звал. А я вот, видишь, не доехал. Может, тебе туда рвануть. А может, и правда. Это нам здесь жизни не дадут. А ты, если комнату загонишь, ты там дом можешь купить. Живи в деревне радость солнышка. Чего не надо? Зови следака. Скажи, балу говорить хочет. Опа. Чего это у тебя такое, а? Отдай. На помойке нашел? Ну, 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 ну. Видал? Тихо. Это мое. Убери его, Тяба. Давай лошадку. Забирай. Телефон, быстро. Телефон. Подумал. Решил согласиться на ваше предложение. В обмен на свободу. Это хорошо. Но вы понимаете, тут еще кое-какие подробности выяснились. Какие подробности. Гражданин Балуев, ваши отпечатки пальцев обнаружены в доме номер восемь по улице Преображенской. В квартире номер тридцать пять. Догадываетесь, что за квартира? Чего догадываться, знаю. Квартира дочери моей. Заходил без спросу. Фотографии взял на память. А деньги? Двенадцать тысяч долларов. Сколько? Двенадцать тысяч. Что же на память взяли? И вы их у меня в комнате нашли. Врать не буду. Не нашли. Ну, молодцы. А вот что? Признательные показания нужны, так? Так. Вот устройте мне встречу. С дочерью. Тогда подпишу. Все, что угодно. Хорошо. Охрана. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами говорит Автодыч. Оставьте, пожалуйста, вашей телекиномер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Лицом к стене. Вперед. Здравствуй. Здравствуй. Не думал я, что так вот встретимся. Я тоже. Понятно. Душевного разговора не получится. Даже очки снять не хочешь. Видеть меня не желаешь. не брал я этих денег. Что еще? Я взял только фотографии. Хотел посмотреть. Как ты живешь? Правда? А просто так зайти не мог. Надо было выследить. Залезть. Я понимаю, почему мама с тобой развелась. Что ты там понимаешь? Да ты ее предал. Да я за это предательство заплатил сполна. Хорошей ценой заплатил. Каждый день платил. Понимает она. Заплатил? А теперь ты меня предал. Ну не брал я эти чертовы деньги! Еще что? А что хочешь? Не брал, а все. Это все? Откройте, пожалуйста, дверь. Ну что, поговорили? Поговорили. Договорились? Пиши признательное. Подпишу. А деньги где? Пиши проиграл. В карты. Слушай, у меня одна просьба к тебе. Повнимательно слушаю. Судом не теня. Гони по упрощенке. Не-не, сейчас не могу. Должны подъехать американцы, а они хотят усыновить кого-нибудь из наших дебилов. Ну, часа через два. Хорошо. Прошу. и звукового сигнала. Мы вам перезвали. Налицом к стене. Вперед. Ну что, еще какие-то подробности выяснились? Нет, Иван Егорыч, с вас достаточно. Подосуд. Суда не будет. Сторона обвинения по желанию потерпевшей отозвала заявление. Вы свободны. Если, конечно, решились продать свою комнату. Ребята, несите еще стулья! Подушки, одеяло! Давайте все несите сюда! Мужики, их оружие! Вы чего, козлы? Оборзели, а? Сам ты козел! И мы тебе не рабы! И шкуру вам с нас не снять! И в Америку мы никакую не поедем! И кулебяку не сделайте! Верно? Да! Прекратить! Прекратить! Да пошла ты! Твари! Возь! Чтобы через пять минут здесь никого не было! Делай, что хочешь! Что хочу! Да, понял! Понял! Мы дождались, падлы! Теперь держитесь! Число надо ставить? Нет, здесь не обязательно! Собаку-то куда дели? На улицу! Деньги вам переведены на пластиковую карту! Вы можете получить в любом банке или банкомате! Так что, вам сколько времени понадобится, чтобы освободить комнату? Голому одеться, только подпоясаться! Ну и хорошо! Тогда всего хорошего! До свидания! Всего доброго! Всего доброго! Всего доброго! Спасибо вам! До свидания! До свидания! Извините! Да! Вратяга, да ты мой золотой, иди сюда! Да ты мой ненаглядный! Иди-ка! Ох ты, мой золотой! О! 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 Живой! Хе-хе-хе! А Маугли мы найдем, правда? Вперед! Пошли! Пошли! Ох ты, мой хороший! О, друг, не скажешь, Прохора, где найти! Вон внутри! Прохор! К тебе пришли! Какие люди! Какой сюрприз! Здорово! тихо каким ветром рассказал что ты можешь работ подкинуть понял но для такого специалиста как ты работа всегда найдется мы тебе и комнату в общежитии дадим тут недалеко через дорогу комендант скажет что я распорядился а вечером ко мне так что давай балу устраивайся у комендант спросишь он скажет где я живу ну быстро ты ночью тянуть ведь не от сладкой жизни к нам приехал это точно но тут такое дело прохор я пацана одного хочу усыновить он сейчас в интернате вот я хочу съездить провел братишку усыновить говоришь ведь в нашем положении это не просто ты опекун ты возьми над братишкой мы тебя старшим братом оформим дальним родственникам это мы через местных ментов сделаем оформишь опекунство и живи еще получится так ну я тебе говорю ты главное в интернате договорить чтобы они тебе его отдали вот я за этим и хочу в москву съездить ну так и езжай место за тобой остается ты меня знаешь присмотри за собаками как звать да бродяга правильный зверь пока так что ты смотришь свое в общежитие стык и езжай ну спасибо лёха ну добро не прощаемся тащи молоко звери кормить будем и 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 Пошла вон отсюда. Свет, я... Я сейчас тебе все объясню. Не утруждайся. Что это за деньги? Сколько их? Двенадцать тысяч. Это те самые деньги, которые якобы украл мой отец? Слушай, ну откуда я знал, что к нам залезет именно твой отец? Саша. Это ты вор. И ты уголовник. Ты представляешь, что ты сделал? Я же из-за тебя могла отца в тюрьму прятать. Светлана, извини. Пошел вон. Дрянь. Марина. Здравствуйте, Иван Егорыч. Мишу можно мне поедать? Миши тут нету. Как нет? Он в больнице. А что случилось? Заболел? Массовая драка. Госпитализировано пять человек, в том числе Миша. Переломал руку. О, Боже. Мы тут с комиссией. Будем возбуждать дело против руководства интернатом. Скажите, а больница-то где? Далеко нет? Да она тут в трех остановках. На трамвае. Пойдемте, я вам покажу. Я, к сожалению, не смогу поехать с вами в больницу. Но где она, я обязательно покажу вам. Спасибо. Спасибо. Да, да Алло, Андрей Игоревич, это Светлана Ивановна А, Светлана Ивановна, здравствуйте Здравствуйте, Андрей Игоревич Вы знаете, деньги нашлись Деньги нашлись? Ну, поздравляю, Светлана Ивановна Спасибо Андрей Игоревич, вы не могли бы мне Сказать адрес моего отца? Ну, откуда же я знаю Ну, где-то же он живет Ну, где-то живет Ну, где-то прописан Ну, хорошо, узнаю, перезвоню. Братишка! Балу! Тссс! А как ты тут? Нормально. Ты за мной приехал. А как же, мы ж клятву давали. Мы ж кровные братья. А кто клятву нарушит, тому смерть. Я, извини, уж раньше никак не мог приехать. Я тут на новом месте устроился у приятеля. Че с рукой-то? Как? Да, нормально. Текать надо отсюда. Думаешь? Да. Скоро обход начнется. Тогда поздно будет. Текать так текать. Текать. Маугли, ты куда? Мы погулять. Че с пройдем? Давай ручку. Мама, зачем мы сюда приехали? Дяденьку одного найдем. А не найдем, записку оставим. Пойдем. Мальчик, а ты не подскажешь нам, как нам найти Балуева Ивана Егоровича? А, брат, он сейчас вернется с работы. Твой брат? Да. А. Ну, видимо, мы ошиблись. Прости, а что это у тебя? А можно посмотреть? Да, конечно. Спасибо. А откуда это у тебя? А мне брат подарил. А вон он идет. Бродяга, бродяга, сиди. Сиди. Это... Это то самое? Ну, я помню, что ли. Деньги нашлись. Так я же говорил. Пап, прости. Ладно, это мне надо тебя прощать, я не умалюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok